Слышали ли вы о прозрачных животных? Нет, это не сувениры, а настоящие живые существа, окружающие нас. Земная фауна – это кладезь необыкновенного разнообразия обитателей. Каждое животное уникально, но есть среди них и такие, красота которых вызывает самые волнительные ощущения. Прозрачные животные – это как уникальная коллекция, которую наша матушка природа собирала многие поколения. Познакомьтесь с некоторыми из потрясающих прозрачных животных. Губка арфа или губка лира – хищный обитатель морского дна, впервые обнаруженный человеком в 2012 году у берегов Калифорнии на глубине до 3000 метров. Они ведут неподвижный образ жизни. Туловище губки лиры состоит из горизонтальных ветвей, их может быть от двух до шести, на которых крепятся вертикальные ответвления струны, покрытые мелкими острыми иглами и шипами, которые хищница использует для ловли морских рачков, переносимых течением воды. Застряв между струнами губки арфы, рачки обволакиваются особой мембраной и перевариваются живьем. В мире есть тысячи видов пауков-скакунчиков. Они наделены способностью преодолевать большие для себя расстояния с помощью прыжка. Прозрачный паук-скакунчик был обнаружен в Эквадоре. Его самая забавная способность заключается в его глазах, движения которых можно наблюдать благодаря прозрачности его тела. Скакунчики считаются наиболее умными представителями членистоногих, так как размер их мозга соотносится к телу, как и у человека. Эти существа выглядят как внеземные формы жизни, но они земляне и обитают в глубоководных каньонах около Калифорнии. Оболочники – морская мухоловка, хищники, по внешнему виду похожи на наземные плотоядные растения, только живущие глубоко под водой. Они закрепляются на дне и спокойно ожидают, пока добыча проплывет рядом с их раздинутой светящейся пастью. Как только добыча приблизится, оболочник тут же хватает ее. Эти существа не слишком разборчивы в питании. Золотой жук-черепаха имеет прозрачный панцирь, который переливается в солнечных лучах невероятными золотистыми оттенками и закрывает голову, ноги и усы жука. Насекомое может спрятаться под этим панцирем, как черепаха. Панцирь золотистый только в центре, а края его прозрачные. Относится жук к семейству жуков-листоедов, что и колорадские жуки. Длина тела составляет 5-7 мм. Несмотря на необычное строение, способности к полету жуки не утратили. Но пользуются они этим умением совсем не часто. Сальпы – это практически полностью прозрачные, свободно дрейфующие оболочники, в теле которых выделяется только кишечник. На протяжении всей жизни они могут существовать как отдельные особи, так и быть частью совокупного организма, связывая свои тела в одну единую цепь. Эти примитивные формы жизни выполняют очень важную роль на Земле, перерабатывают одну треть всего углекислого газа, созданного человеком. Сальпа-маджоры – один из подвидов сальп, который передвигается по поверхности океана, перегоняя воду через собственные органы пищеварения, попутно поедая фитопланктон. Морские ангелы – это глубоководные животные, населяющие холодные воды Северного Ледовитого океана, относящиеся к ласу брюхоногих моллюсков. С XVII века морской ангел сражает своей красотой и является одним из диковинных прозрачных животных. Тело его имеет вытянутую форму длиной от 2 до 4 см. На голове находятся четыре щупальца и пара небольших выростов, похожих на крылья ангела. Раковины и мантийной полости моллюск не имеет. Все тело животного просвечивается насквозь, придавая ангелу парящий и таинственный вид. У людей к этим моллюскам лишь эстетический интерес. В Японии морские ангелы являются прототипами героев разных народных сказок и мультфильмов. Если смотреть на стеклянную лягушку сверху, то она мало чем отличается от привычных нам лягушек. Но стоит увидеть ее брюшко, и сразу понятно, почему такое название. Квозь кожу можно увидеть все внутренности животного. Кажется, что она вся светится насквозь. Эти красавицы вырастают в длину от 3 до 7,5 см. Селятся они в горных лесах. В сезон размножения перебираются ближе к воде. Удивительно то, что за маленькими лягушатами, начиная с икринок, ухаживают самцы, а самки после создания яичной кладки уходят. Заботливые папаши охраняют икринки, а затем и молодняк от хищников и других опасностей. Морской огурец или галатурия – это моллюск, родственник морских звезд и ежей. Он обитает на дне моря в коралловых рифах. Это странное морское существо ползет по океанскому дну, попутно всасывая богатый питательными веществами осадок со дна. В случае опасности галатурия выбрасывает через анальное отверстие свои внутренние органы, содержащие токсины. Спустя некоторое время утерянные органы восстанавливаются. Некоторые виды галатурий употребляются в пищу под названием трепангов. Это дорогой и редкий продукт. Ловцы ныряют на большую глубину и ощупывают слепую заросли кораллов. Токсины, вырабатываемые галатурьями, используются в фармакологии. Крахнеиды или стеклянные кальмары проводят большую часть своей жизни, плавая в частично освещенном солнцем мелководье, где их прозрачность обеспечивает идеальную маскировку. Фантастический вид стеклянному кальмару придает прозрачная голубая оболочка толщиной всего несколько миллиметров. В целях маскировки этот кальмар используют особые биолюминесцентные органы, фотофоры, расположенные на нижней оболочке глаз и на каждой из восьми щупалец. Эти микроскопические фонарики изменяют силуэт своего хозяина и уменьшают отбрасываемую им тень. Во влажных лесах Южной Америки проживает маленькая хрупкая насекомая – стеклянная бабочка или Грета Отто. Крылышки этой бабочки имеют цветные чешуйки лишь по краям, размах крыльев достигает 6 см. Гусеницы Греты Отто питаются только лишь листьями ядовитого растения из рода цеструм. Яд накапливается в теле гусеницы и затем передается бабочке, что делает ее неинтересной для хищников. Это и позволяет ей увеличивать численность популяции. Из-за ядовитости этого насекомого врагов в естественной среде у него не бывает. Стеклянные бабочки населяют лишь экологически чистые районы. 4. Азиатская стеклянная креветка или креветка-призрак ведет обычную жизнь ракообразного в пресной воде и является квалифицированным мусорщиком. Проживает в дикой природе только в реках Азии, сильно обогащенных кислородом. Поселяются эти креветки в береговой зоне. Азиатская стеклянная креветка очень территориальна, предпочитает рыть себе норы, если нет свободных укрытий. Основное занятие пресноводной креветки – это поиск пищи. Она крайне прожорлива, несмотря на не очень крупные размеры около 8 см. Крокодиловая белокровка – морская рыба, обитающая в холодных водах вокруг Антарктики. Зимой температура воды опускается до минус двух. Рыбы, живущие в такой воде, производят гликопротеины, предотвращающие появление кристаллов льда внутри тела. Крокодиловая белокровка особенно еще и тем, что ее кровь бесцветна, так как не содержит гемоглобин и эритроциты. Как в отсутствии гемоглобина рыбы избегают кислородной недостаточности – загадка для биологов. Вырастает белокровка до 75 см в длину. Масса тела самых крупных пойманных экземпляров достигала 4 кг. Держится на глубинах 400-700 м, питается рыбой и ракообразными. 4. Стеклянный индийский сомик или сом-призрак является одним из самых прозрачных позвоночных на планете. Они живут в тихих водоемах вдоль побережья Таиланда, Малайзии и Индонезии. Всегда держатся в стае в средних слоях воды. Кроме прозрачности, стеклянных сомиков отличает длинный анальный планник, пара длинных усиков на верхней челюсти, малый спиной планник из одного луча и положение тела головой к поверхности. Пищу со дна они практически не подбирают. 5. Прозрачные животные с просвечивающейся кожей обитают по всему свету. Благодаря своей прозрачности многие из них становятся практически невидимыми для врагов и незаметными для будущих жертв. Эти животные сильно отличаются от своих ярких собратьев, но это делает их действительно уникальными и немного фантастическими. видео. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал. Пока!